МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для всей планеты стали неразделимыми понятия мир и социализм. И сегодня нет у нас выше цели, чем обеспечить благоприятные условия для нашего успешного движения по пути коммунистического созидания, отстоять мир на Земле. Уважаемые коллеги, в сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, предавалась из поколения в поколение. Вперед в прошлое. Россия семимильными шагами возвращается в СССР. Под руководством своего идола-когибиста и под аккомпанемент своего советского гимна. Реинкарнация Советского Союза для большинства россиян и их бессменного вот уже 15 лет генсека стала идеей фикс. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. На запудривание мозгов про то, как прекрасно снова будет жить в СССР, нынче в России работает громадная машина пропаганды. На российско-казахстанской границе сегодня в полночь были сняты все таможенные посты. С 1 июля граница таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии переместилась на внешний периметр. Россия, Белоруссия и Казахстан с сегодняшнего дня живут в едином экономическом пространстве. Сегодня Россия, Белоруссия и Казахстан создали Российскую экономическую комиссию. Чиргизия и Таджикистан более активно пойдут по пути присоединения к таможенному союзу. Инициативная группа граждан Молдавии намерена провести в стране референдум по вопросу присоединения к Евразийскому экономическому сообществу и таможенному союзу. Про счастливое совковое прошлое штампуют фильмы и сериалы. Дорогие товарищи, я предлагаю поднять бокалы за нашу счастливую жизнь. Кремль даже придумывает специальный закон про недопустимость негативной критики российского и, соответственно, советского прошлого. А тамошние депутаты хотят устроить суд над Михаилом Горбачевым, виновным, по их мнению, в развале СССР. На Михаила Горбачева могут завести уголовное дело. Депутаты Госдумы требуют признать развал СССР незаконным и привлечь виновных к ответственности. Группа парламентариев подготовила заброс на имя генпрокурора Юрия Чайки с требованием провести проверку событий, которые происходили в период распада Советского Союза. Мыслящие россияне, которых ностальгическая совковая истерия не заразила, чувствуют себя словно в кошмарном сне. Я себя чувствую в Советском Союзе 30-х годов, но не таким, каким он был на самом деле, а каким его сейчас снимают в не очень хорошем современном кино. Горечь музыканта можно понять. Макаревичу не давали нормально жить и творить тогда, в СССР, травят его и сейчас, в путинской России. Конечно, нас уже записали, уже вышли статейки и про меня, и про Шевчука, и про БГ. Я просто порадовался, потому что это абсолютно 82-83 год. То есть халуёчки-то остались, язык у них тот же самый, тот же, советский, старенький. Ничего никуда не делал. Не стоит прогибаться по разведчинам, и пусть лучше вам ровнётся волнать. Особо рьяные кремлёвские прихлебатели засобирались лишить легенду русского рока всех регалий. Они называют Макаревича не иначе, как пособником фашистов и предателем Родины. Что же ты, сука, продался теперь? Где же тебе мёдом смазали двери? А если помнишь, твой зритель рождён в стране под названием СССР? Что же ты делаешь, старый дурак, встать под чужие знамёна не пак? Русский народ тебя короновал, ты же ему смело в душу нас... Таким вот россиянам, которые в момент распада СССР под стол пешком ходили, «Непременно подавай сверхдержаву», считающую себя вправе безнаказанно посягать на чужие территории. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша... С российскими неосовками стремятся слиться и восточноукраинские сепаратисты. Товарищи, я представляю Донецкую областную организацию движения за возрождение СССР. Тих, кто хочет вернуться назад, в радянский рай, это люди, которые боятся сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Это люди, которые текают от реальности. И хотели бы им быть такими маленькими гвинтиками, которым отделен маленький куточок. И в том куточку их забезпечить дешевыми продуктами, и они там смогут высидеться. Устредненному украинскому сепаратисту-террористу, мародерствующему в супермаркетах и стреляющему в мирных людей, около 35-40 лет. Мы пользуемся на сегодняшний день их оружием. Соответственно, когда СССР почил в БОЗе, большинство из них были еще детьми или же подростками. Они не стояли в километровых очередях за продуктами, их не закрывали в психушке за инакомыслие. Их самих десятками лет не гноили в тюрьмах за занятия коммерцией. Их детей не привозили в цинковых гробах из горячих точек. Но они ценой жизни десятков украинцев стремятся попасть в ту страну, которую с маниакальным упорством пытается воссоздать Путин. Всенародное торжество в день 60-летия Великого Октября ярко продемонстрировало монолитное единство партии и народа. Спокойную уверенность каждого советского человека в своем светлом коммунистическом завтра. Нынешней России и не нужно сильно трансформироваться, чтобы превратиться в Советский Союз. Все то же давление на умы кремлевской пропагандой. Бурными продолжительными аплодисментами встретили присутствующие товарищи Брежнева, Андропова, Гришина... Владимира Путина. Спасибо. Та же пропасть между тем, как показывают в телевизоре, и как оно на самом деле. Это разница по-советски. До 20% снижены цены на различные хлопчатобумажные и шелковые ткани. На цикаре, что это было, естественно, то, что называется мануфактурой. То есть, одежда, это была катастрофа. Ну, ты молодой, тебе хочется как-то выглядеть, тебе хочется... А оно такое, на него даже смотреться страшно, не то, что надо с тебя его втягать. Та же колоссальная разница между экранной и реальной современной Россией. В России с 1 апреля повышаются социальные пенсии. С 1 октября произошло повышение заработной платы федеральных бюджетников. Ну, разве можно на пенсию 6200? В Тверской области 6200 пенсий. Можно жить? Нельзя. Поэтому Путин антинародный. А как вы к Путину относитесь? Очень плохо, даже не то слово. А почему? Сейчас скажу, почему. Этот человек заврался. Так же, как и в Советском Союзе, в нынешней России преобладающее большинство людей перебиваются между крошечными зарплатами и пенсиями. Тогда как партийная элита вместе со своим лидером жирует. Знаете, как говорят, власть развращается. Абсолютная власть развращает абсолютно. Владимир Путин за эти 10 лет стал крайне развращен властью, деньгами, богатством и роскошью. Это дачи Путина. В основном, даже в тех же местах, где отдыхали от государственных забот, советские лидеры. Подмосковье, Сочи, Крымский форос. Только вот у современного отца народов, каковым он себя считает, размах побольше. Эксперты насчитали порядка 25 путинских резиденций. Такого количества даже близко не было у Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова. Вместе взятых. В реанимации СССР Путин перешел от слов к делу. На заклание к Великому Пу покорно идут даже Грозные Назарбаев и Лукашенко. В секретных материалах, сразу после рекламы. В реанимации СССР Путин перешел от слов к делу. На заклание к Великому Пу покорно идут даже Грозные Назарбаев и Лукашенко. В секретных материалах. Сильно лукавят те, кто рассказывают наивной молодежи про то, что в Советском Союзе медицинное образование населению предоставлялись безвозмездно. Если сейчас, в рыночную эпоху, за все нужно платить, то в период неудачного строительства социализма, от рождения – достать пеленки, до смерти – заказать памятник, жизнь советского человека полностью зависела от выгодных знакомств всемогущего советского блата. В нашем райцентре блат – это основа основки. Мы по блату куповали консервы из чайковского консервного комбината, потому что там был такой бизнес. Комбинат был, консервы вместе не было. Все это лишь следствие насаждения в массы фальшивых коммунистических ценностей и безграмотной экономической политики, проводимой руководством КПСС. То, на чем она держалась, на самом деле, это был не план, а это был блат, который пронизировал все общество, все делалось по блату. Мы, простые люди, достали вещи по блату. Завод так же по блату получил фонды, то есть получил какие-то ресурсы, из которых он имел что-то выработать. Так же по блату назначались люди на ответственные посадки среди российской номенклатуры. И вот этот весь блат был под неформальным контролем КПС. Украина к Советскому Союзу имеет отдельные претензии. Чего стоит лишь сознательное уничтожение советской властью колоссального украинского сельскохозяйственного потенциала. Вся экономика Родинского Союза была очень сильно выкривана. Но в Украине эти выкривания были экстремальными. Все хозяйство Украины было сруйновано колгоспами. В Киеве на рынок, в числе на киевских магазинах, продуктов – полный выбор. В этом году колхоз даст государству по 72 центнерам мяса. За цукром, за хлібом, за такими вещами мы стоим в учебах по године-дву. Все наши старшие классы – постоянное стояние в чергах. Кроме репрессий экономических, кремльовская партийная верхушка усиленно пыталась задушить в украинцах национальный дух. Если в том творче написана историческая правда, скажем, относительно прошлого Украины, то этот творчество никогда не появится. Будь-який творчество украинского письменника, он подлегал цензуре. Эстафетную палочку, именуемую «Украиной не существует», подхватили нынешние кремлевские хозяева вместе со своими шутами. Вы не государство. Вы на хлебник, издевенец. Вы мертвое государство Европы. Россия своим стремительным движением назад в СССР существенно ускоряет движение Украины в противоположном направлении. Слава Украине! Свидетельство тому – 55% доверия к кандидату в президенты, который задекларировал европейский вектор. Безальтернативность европейских гадрадцев. А куда же еще? Ведь Россия, в отличие от Европы, за всю свою тысячелетнюю историю так и не начала учиться на своих ошибках. Есть такая подозра, что Путин уже с экономической точки зрения больше воли и хочет восстановить империю за какой-то кошмар, то есть даже кошмар увеличения населения, даже кошмар риску Великой войны. И надо отдать ему должное. Великий собиратель советских земель уже многого добился на пути к своей цели. Это ничто другое, как проявление демократии, если мы позволим этим людям сделать так, как они хотят. Под натиском Путина не устояли другие вечные диктаторы – Назарбаев и Лукашенко, которые практически отправили свои страны назад в СССР под управлением доброго генсека товарища Путина. Кого-то мы теряли на этом пути. Я имею в виду Украину. На днях Россия, Беларусь и Казахстан подписали договор о Евразийском экономическом союзе. На подходе Армения и Киргизия. Еще полгода назад место в этой кампании было уготовлено и Украине. Без нее путинская советская империя не полноценна.